Благослови, Душа моя Господа, благослови, Веси Господи, благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя мое имя Святое Бог. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы говорим с вами о взаимопонимании, о любви и взаимном уважении в семье. Тема эта очень интересная и актуальна. Всем известно, что семья — это ячейка общества, что это Богом благословенный союз, который необходим не только обществу, но и индивидуально каждому человеку. Для получения личного спасения. И все знают о том, что только в семье происходит формирование личности. В семье закладывается характер будущего человека. И в семье передаются традиционные ценности, которые развиты на той или иной территории культурной общности. Так вот, еще в раю, то есть мы читаем в первых страницах Библии о том, что Господь Бог благословил Адама и Еву на совместное жительство, благословил их союз, их взаимное общение. И была произнесена такая фраза «Нехорошо человеку быть одному». Кроме того, Господь благословил Адама и Еву и благословил, чтобы от их совместного жительства рождались дети. То есть семья – это не только взаимное общение для того, чтобы помогать друг другу в жизни, общаться друг с другом, общаться с Богом, но это также установленный Богом инструмент для того, чтобы появлялись дети. Мы, дорогие братья и сестры, все вышли из семьи. И у каждого есть что вспомнить. И вот очень хорошо, когда в нашем обществе есть крепкие семьи. Задача и цель нашего выступления заключается в том, чтобы озвучить вот эту богоустановленную норму, что человек должен жить в семье. И в семье должны рождаться дети. Однако не все так гладко, как хотелось бы видеть. И в жизни мы наблюдаем очень интересное явление. Это явление называется усталостью. Когда супруги перестают уважать друг друга, любить друг друга, понимать друг друга. И в итоге приходят к охлаждению своих отношений, приходят к такому явлению, как развод, разрушение семьи. И все это отражается на детях. Почему это происходит? Как это происходит? Хотелось бы вот несколько слов об этом сказать. Всем, опять же, известно, что человек интересен тогда, когда в нем что-то новое. Когда что-то в нем меняется. Меняется внутреннее смысловое содержание души человека. И вот если муж приходит домой, включает телевизор, смотрит хоккей, говорит одну и ту же фразу жене, приготовила ли она покушать что-то. И после работы он просидел целый вечер в компьютере в игрушках, поигрался или посмотрел телевизор. 15 минут он пообщался с женой, вот, и на этом общении все закончилось. Спрашивается, будет ли интересен такой муж жене? Нет, конечно. Если это происходит год, два, три, пять лет, постепенно отношения сходят на нет. И говорить о взаимном понимании, о любви здесь не приходится. Поэтому важно, чтобы человек, который решил создать семью, понимал ответственность вот этого шага и не сидел на месте. В нашей иконографии и в нашем предании церковном есть замечательный образ. Образ, который нам передал игумен Синайской горы Иоанн Лествичник. Он описывает жизнь христианина, как постепенный подъем по ступеням совершенства. Как и в Священном Писании сказано, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Любая остановка означает падение. Причем на иконе Лествица это очень хорошо показано. Головой вниз, ногами вверх. Резкое падение. И Иоанн Лествичник, хорошо бы почитать нашим телезрителям эту книгу, он не скупится на резкие выражения, откровенные высказывания. Он показывает причину, почему это падение происходит. Из-за гордости, в первую очередь. Из-за того, что нет молитвы и благодарности к Богу. Нет опыта и практики добрых дел. Так вот, мы видим, что Церковь предупреждает нас о том, что охлаждение и разрушение отношений между супругами происходит в результате того, что человек не обновляется, что он не развивается. И Иоанн Креститель говорил, и Господь говорил, Иисус Христос, о том, что Царство Небесное, оно берется усилием, и тот человек, который применяет эти усилия доброй воли, в соработничестве с благодатью Божией, получает плод. Мы прекрасно помним притчи о том, что бывает с деревом, которое не приносит плода. Его посекают и выбрасывают в огонь, как непригодное уже для плодоношения растение. Феофон Затворник, святитель, известный в нашей церкви, также говорит нам о том образе жизни, который приводит к охлаждению наших отношений. Ну, об этом мы скажем чуть позже, а сейчас мы сделаем вывод о том, что внутреннее обновление, стремление христианина жить по заповедям Божьим, служить Богу и людям – это очень существенное условие для того, чтобы, постоянно обновляясь благодатью Духа Святого, быть интересным человеком и сохранять любовь в семье. Мы, дорогие телезрители, слышали с вами о том, что семья – это очень необходимый инструмент для того, чтобы спасти свою душу. Что происходит в семье? Здесь происходит обнаружение человеческих страстей. Здесь происходит совершенствование человека. По слову Христа, как Он сказал, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим и душу свою положить для спасения многих. Имея целью свое спасение человека, Господь показывает свое служение. Вот то же самое происходит в семье. Имея целью не развлечения самого себя, не удовлетворения своих только потребностей, а желание послужить ближнему своему, человек действительно может измениться. И он будет интересен, если он будет меняться. Вообще, слово изменение, обновление, с греческого языка метаноэ – это слово, переводится как покаяние. Не случайно вот это слово так часто повторяется в церкви, на проповеди священникам. Именно изменение, обновление человека делает его интересным, делает его более развитым и более совершенным. Итак, сегодня мы вспомнили имя Феофан Заторник. Он сравнивает жизнь нашего общества с болотом, по которому люди ходят по кругу, по колено в грязи. И смотрят они не вверх на небо, или там на горы, где на вершине сияет яркое солнце, а смотрят вниз себе под ноги. И вот этот замкнутый круг продолжается. Редко кто из людей задумается о своем замкнутом круге жизни. И пока он думает, то его сбивают с ног, он падает лицом вниз, подымается, ему не дает опомниться, и замкнутый круг продолжается. Совсем немногие из нас находят все силы выйти из этого болота и встать на твердую почву. С той целью, чтобы подниматься на гору, туда, где светит яркое солнце, Христос. Для того, чтобы выйти из этого болота, нужно, по слову Семена Нового Богослова, совершить такое действие, как бы сам себя вытаскиваешь за волосы, когда утопаешь. Потому что больше никому это не нужно. То есть совершенствование человека, его спасение – это его собственное дело. И вот когда такое усилие человек совершает, когда он действительно накушается грязи и поймет, что дальше уже так не может продолжаться, когда он сам выстрадает эту нужду в чистой жизни, вот на такое расположение, в такое сердце, и приходит благодать Святого Духа, когда человек готов ее принять. Но многие ли люди находят себе силы, чтобы встать на твердую почву? Священное Писание говорит нам о том, что Спаситель сомневается. Он говорит такие слова. «Сын человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле?» Он может все, могущество Божие безграничное. Но ему важно, чтобы мы свободно, сами избрали этот путь твердой веры. Очень хорошо, когда с раннего детства мы учимся ходить в храм, читать Священное Писание, творить добрые дела. Очень хорошо, когда мы на практике добрых дел имеем твердую веру. Но хотелось бы предупредить о том, что многие люди теряют веру. И вот назначение Церкви – помочь таким людям устоять в вере и сохранить преданность Богу до конца. Потому что сказано, что претерпевший до конца спасен будет. Когда мы с вами вспоминали имя святителя Феофан Затворника, мы говорили о нашем обществе, о том, что среди дешевых страстей и ложной моды, то есть той моды, которая направляет на ложный путь, очень трудно человеку сориентироваться, чтобы устоять в вере, чтобы сохранить преданность Богу. Почему? Потому что идет постоянная борьба. И сегодня мы, завершая наш разговор, конечно, вспомним о наших святых русской земли, вообще нашей христианской Церкви, которые своим примером показывали, что можно стать святым. Можно, конечно, жить и грешить, можно, но наша жизнь, она очень коротка. И все-таки человек, он по природе своей христианин, душа по природе христианка, он никогда не будет удовлетворен дешевыми развлечениями. Всегда у него будет тоска по своей родине, потому что отечество наше не здесь, не на земле, а там, на небе. Те люди, которые ломаются, которые не выдерживают испытаний, которые устремляются в дешевые развлечения и грехи, они, конечно, чувствуют, что так долго продолжаться не может. Человек, даже прелещенный грехом, которому нравится грешить, в итоге приходит к такому состоянию, что он физически не может грешить, он приходит к состоянию одиночества, он понимает, что никакие поездки, развлечения не заменят ему одиночество. не заменит ему в состоянии одиночества друга. Каждый человек, приближаясь к зрелому возрасту, к черте, за которой стоит вечность, он все-таки мечтает о том, чтобы лично он был нужен Богу, лично он был нужен какому-то человеку. И вот в этот момент, когда человек осознает свою немощь, когда он начинает понимать, что есть Бог, что к Нему нужно стремиться, в этот момент и нужно приходить в храм. Простая молитва в простой будничной службе она сможет произвести переворот в душе человека. Хотелось бы пожелать всем тем, кто живет в семье, кто создает семью, кто испытывает какие-то проблемы, может быть, трудности, или кто живет благополучно в семье, чтобы мы помнили постоянно о том драгоценном даре, который Господь нам дал, семья, и берегли его, дорожили им, чтобы мы регулярно исповедовались, потому что изменяясь и обновляясь, мы приближаемся к Богу, мы развиваемся, совершенствуемся, и в наших конкретных добрых делах мы становимся ближе друг к другу, интереснее друг к другу. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы мы имели ответственность в таком важном деле, как семья, чтобы у нас было взаимное уважение друг к другу, чтобы у нас была любовь в союзе мира. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok